Микс Ньюс В гос. студии, как было проанонсировано, госконтролер Элита Круменя, доброе утро еще раз. Доброе утро. Ну, может быть, сначала ваше общее впечатление. Мы сегодня подводим итоги. И прошлого года было проведено достаточно много аудитов абсолютно в разных сферах, касаемых в том числе и жилищного фонда Латвии, и нашей границы, и железнодорожной магистрали Рейл Балтика. Как Вы можете оценить деятельность госконтроля? Все ли успели, во-первых, что хотели успеть? И по поводу расходования, администрирования, работы, управления государственных структур. Какое Ваше общее впечатление? Ну, государственный контроль работает по своему плану. И, конечно, мы всегда стараемся, чтобы все те наши ревизии, которые мы задумали, они осуществились и были сделаны. Да, этот период у нас был очень активный. И, как Вы уже сказали, такие очень большие системные ревизии, которые мы опубликовали, это касалось и рубежа, и вопроса наших домов, где очень большое число жителей живут. Я думаю, это такие очень большие и актуальные темы, которые мы затронули. Но то, что я могу сказать, мы будем и продолжать в таком же духе. Те ревизии, которые мы начали, будем делать в этом году и публиковать, тоже будут касаться таких очень важных, интересных вопросов. Например, как заработная плата работникам здоровья, которая очень такая актуальная тема. Тоже вопрос, который касается вопроса, как получается окладная система для таких работников предприятий государственных и самоправлений. Также будет ревизия и самоправление, тоже Рижская дума и так далее. Так что в таком же духе мы и будем продолжать. А как вы составляете план НАГО? То есть, допустим, если мы анализируем 2019 год, как вы планируете и выбираете те проекты, либо те структуры, где в этом году будет проведена проверка, ревизия? Это ваша личная инициатива, либо есть какие-то сигналы о том, что там необходимо проверить работу? У нас разработана такая очень детальная система, как вообще определяется ревизия. Это уже начинается с работы уже ревизионных департаментов, где уже в течение всего года собирается информация о рисках, той информации, которую нам тоже дают жители и другие такие источники, и где уже сам департамент дает предложение, где видно такая уже необходимость нашей ревизии. Потом это рассматривается тоже в Совет государственного контроля. Но то, что я могу сказать, действительно, мы благодарны жителям, которые тоже нам сообщают такую очень важную информацию, которую мы не можем всегда знать. Например, если говорить о ревизии о рубеже, там как раз были начальные сигналы от жителей, которые видели, как вывозится эта древесина большая. Российская, латвийская граница. Да, да. Больших уже таких размеров, это тоже для нас был дополнительным сигналом, что там надо посмотреть, что там происходит. В целом у вас было большое количество вот этих проверок, как мы сказали, в 2019 году. Как вы оцениваете, насколько правильно наше государство расходует средства, насколько оно может объяснить, куда они уходят, или все-таки есть куда стремиться нам? Обязательно есть куда стремиться, потому что, ну если даже мы можем сравнить законно или незаконно, деньги используются, там уже нам очень много надо делать, потому что, ну, никакой институции, которая есть в государственном управлении, не дано выбирать, какой закон она хочет исполнять, который он не хочет, потому что наше мнение таково, что тогда это дается прецеденту любому жителю, или что он может начинать тоже думать, ну, платить налоги, или, ну, например, ехать правильно, соблюдая законы и так далее. Это не должно быть. Что касается такой уже эффективности, целесообразности, тоже очень много работы, которая еще должна проводиться. Но, с другой стороны, мы по сравнению еще довольно такая молодая страна, и к этому, что нет, ну, там, нарушения закона, ну, наверное, еще это, ну, понимание государственному управлению не пришло. А кто-то вообще признан ответственным вот за те нарушения, которые вы нашли? Вы можете сказать, что вот этот человек, который занимал конкретную должность, виноват в том, что средства были израсходованы неправильно? Ну, если мы, допустим, сейчас говорим о ситуации конкретно на границе между Латвией и Россией. Да, но если конкретно говорить об этом, то мы насчет этой ревизии очень тесно уже сначала работали, ну, так, в сотрудничестве, их же, я взрослый СБИР, из которой находится под Бюро внутренней безопасности. Да, да, да. И если вы помните, они тоже, ну, делали свою работу по рубежу, и уже в прошлом году были совершены задержания предыдущего руководителя програничной службы и руководителя той фирмы, которая, ну, делала эти работы. Когда мы начали сотрудничать, мы поделили, ну, те объекты или те, ну, вопросы, которые каждая институция будет смотреть. И то, что сейчас произошло, после нашей ревизии, конечно, мы все материалы, которые есть, передали Бюро по внутренним расследованиям, и это они уже прибавляют к своему делу, и будет это дело продолжать. Кроме этого, мы еще, конечно, послали информацию тоже полиции, чтобы это тоже было в их руках. И по той информации, которая прозвучала, и сам министр внутренних дел, он начал уже внутренние расследования в тех институциях. Да, некоторые сотрудники отстранены сейчас, да. Ну, там, да, проводится эта работа. И то, что еще главное для нас, потому что для нас очень важно, чтобы те нарушения, которые были на рубеже Латвии и России, не повторялись на тех работах, которые проводятся уже на рубеже Латвии и Белоруссии. Потому что, ну, если мы говорим о рубеже, там нельзя говорить о таких, ну, не знаю, ну, отдельных нарушениях. Там это такая, ну, очень большая система, когда нарушение закона и такие противозаконные действия были по всему спектру, начиная, как отсваивались эти земли, которые потом использовались для рубежа, как проводились закупки, как проводились, ну, вот это уже закупочный тендер, как потом, куда пропадала древесина и так далее, и так далее. И там нет такой, ну, отдельной ошибки, где можно говорить, ну, может быть, не был понятен там нормативный акт и так. Но там, там эта система такая, ну, по-моему, она была так хоризонтальная по всем вопросам. Госпожа Круминя, ну, по-моему, уже с прошлого года, с конца лета был принят закон, который расширяет полномочия госконтроля. Вы теперь вправе сами взыскивать средства, ну, допустим, с любой структурой, если считаете, что она виновата и неправильно распоряжалась, допустим, государственным финансированием, либо, в принципе, как-то противоправно вела свою деятельность. Вы сейчас уже применяли этот закон в действии, допустим, вот если мы касаемся ситуации с пограничной охраной, где по вашим заключениям были израсходованы незаконно, да, более 7 миллионов евро. Действительно вывозилась древесина, пропала, да, действительно заключались какие-то контракты на обработку территории земли, но в результате, я так понимаю, никаких работ там не проводилось, да. Вы можете воспользоваться этим правом и действительно штрафовать тех, кто виноват в этом? Эти изменения в законе, которые мы добились в такой очень долгой и трудной борьбе, потому что мы это уже питались, это добиться, по-моему, 5 или, не знаю, уже лет, да, мы добились, но в законе в Сайме были записаны, что это относится только к тем ревизиям, которые мы начали в прошлом году, 1 августа. Это, а эту ревизию, которая касается рубежа, мы начали еще до этого, да. Так что мы не можем это применять с этой ревизией, но, да, но это, я довольна, что все-таки это право мы получили, хотя, но это касается уже дальнейшим ревизиям, которые мы будем уже завершать. Ну, то, что касается рубежа, ну, там действительно были такие, ну, шокирующие факты, что действительно, например, оплачивались в работе, но это было по внутренней рубежа, которые, ну, как будто проходили по реке, а там вырывались пени и так далее. Ну, по-моему, каждому понятно, что в реке никакие пени не вырываются, и ничего такого не делается. Это же смешно, это очевидно, да? Это же очевидно. И более того, я посмотрела, ознакомилась, что говорит глава погранохраны, генерал Гундиспоец, даже его комментарии, ну, кажутся какими-то смешными о том, что, знаете, у нас как бы и опыта нет, и знаний в реализации таких масштабных проектов, ну, можно это считать за каким-то аргументом или либо оправданием? Ну, главное, что мне не нравится, что нет осознания того, что были эти такие крупные нарушения, их надо исправлять и думать, как работать лучше, потому что, ну, если смотреть из такого, ну, и аудитного спектра и человеческого, если ты не осознаёшь и не признаёшь, что было неправильно, тогда очень большой риск, что это может продолжаться и дальше. Да, но мы же понимаем, что речь идёт об отмывании денег, о воровстве, о, ну, если мы говорим о тех работах, заключены контракты, получены деньги, работы не было, люди видели, как древесина постоянно вывозится из леса. Да, и потому что всё время идёт такие, ну, вот, как я уже говорила, немножко демагогия, да, всё время ищутся какие-то, ну, такие обоснования, почему так надо было делать, но всё время мы их, ну, отвергаем, например, тоже по одному участку, который мы проверили, потому что, конечно, мы не могли проверить весь рубеж, мы выбрали там четыре такие участки, смотрели. И тоже государственная служба по рубежу, она говорит, да, эти, которые там остались, эти пени, да, это ещё там с 90-х каких-то годов, когда они там были вырублены, это не мы. Но сейчас же есть, ну, такие модернные или эффективные способы, как это проверить, это ортофотокарты, которые можно получить. Но мы не поленились и посмотрели, да, лес там в 2009 году красиво стоял, но как раз он пропал именно, когда были уже проведены эти работы, 15-17 годов. Ну, совпало так просто. Да, 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 но это всё время идёт такие, ну, немножко старание отмазать, как можно сказать, потому что в этом случае иногда говорят… Но это же ложь, это не… Конечно, это ложь, да, конечно. Это не отмазаться, это ложь. Ну, да, да, да. Но получается, ну, ведь новый глава погранслужбы, он тоже врёт сейчас, когда говорят о том, что они не знали, что у них опыта нет. Ну, то, что касается, надо ли такие проекты делать погранслужбы, там можно дискутировать, потому что под Министерством внутренних дел есть и другие, ну, такие отделения, которые, может быть, ну, им больше надо заниматься осуществлением таких больших проектов. Может быть, и пограни это не надо было делать. Но с другой стороны, если это было поручено, они начали делать, то, конечно, они должны были это сделать, ну, и законно, и эффективно. Да, у нас госконтролёр Элита Круменя сегодня в гостях. 672-12-939, 672-13-939, это, я напоминаю, телефонный прямой эфир, а также у нас есть WhatsApp 2061-91, куда вы тоже можете присылать свои вопросы. Наденьте, пожалуйста, наушники ближайшие к вам, да, примем звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Как вас зовут? Доброе утро. Я хотел спросить вот по поводу такого, что в Гаркалне был тоже ревизия, и там было установлено, что была растрата топлива горючих, ну, бензина там, здесь топлива больших количеств. Где была ревизия? В самоуправлении вы имеете в виду местное? В самоуправлении Гаркалн, да. Вот, и потом я узнал, что, скажем, служба госдоходов, она вообще как-то не проверяет, не имеет никакое отношение к госучреждениям. Скажем, за такую растрату, если это было бы в частном бизнесе, то служба госдоходов, ну, там были бы строгие штрафы, там огромные деньги и так далее. А здесь госучреждения можно транжирить, как бы госконтроль пальчиком пожурил, и все, на этом закончилось. Еще они же адвокатов притащили на встречу с госконтролером. Вот как можно прокомментировать, вот что такая разница между отношением к частному бизнесу и госучреждениям? Спасибо. Да, понимаете ли вы, о какой ситуации в Гаркалне? Да, я понимаю, это была ревизия Гаркалны, и я могу быть абсолютно согласна. Нельзя быть, но разные отношения к нарушениям, например, частным и нарушениям, таком государственном управлении. Я бы сказала еще строже, государственное управление, это вообще должно давать пример, как надо правильно расходовать средства. Что касается Гаркалны, да, там эта ситуация была очень такая интересная, потому что по вопросам, которые касаются тем, как Гаркалны... По-моему, даже не только о бензине, но и деньги налогоплательщиков тратили жители. Там было очень много таких нарушений, которые там осуществлялась, например, непрозрачность, как давались всякие льготы, там нельзя было рассмотреть тоже нарушения по командировкам, по расходам разным и разным. То, что было удивительно для меня, что госконтролю, когда мы обсуждали все эти вопросы, которые, ну, хозяйственные вопросы, там нет никаких таких больших юридических споров, да, как надо делать в одном или другом вопросе, сразу действительно присылались адвокаты, да. И во-вторых, которые тоже были... Вы с вами как с прокурорами общаются? Ну, не прокурор, но это... Я это трактует таковым образом, что сами те, которые уже хозяйственники или ответственные в Думе, ну, не могут объяснить свои действия. Зачем тогда надо было, ну, так уже действовать? Но то, что еще было такое очень странное дело, мы всегда тоже очень открыты развором с жителями. Если после наших ревизий жители хотят с нами встретиться, да, и переговорить, чтобы мы объяснили, рассказывали, что мы констатировали, то после нашей ревизии, когда Дума Гаркал в своих помещениях организовала встречу с жителями, нас там не пустили, да. Но это опять же, ну, это сигнал жителям, что, ну, такие... Что-то не так. Ну, это не так, и то, что, ну, вообще не соблюдается то, что жители, ну, они же главный клиент каждого самоправления, но самоправление начальства работает на своего жителя, да, и житель должен быть информирован. Но в итоге, вот, и конкретно при ситуации в Гаркалне, кто-то был наказан, опять-таки? Что касается Гаркална, то, я скажу так, когда этот вопрос уже рассматривался сами, то эта уверенность гаркалнских руководителей вот так спадала, они стали смирнее и смирнее, обещали уже все рекомендации внедрить. Но то, что мы тоже делаем, это сообщение прокуратуры и полиции по тем вопросам, которые мы считаем нарушением, и тоже информация министру по шоу дым. Самоправление, да, да. Так что мы ждем уже, ну, такой реакции, которая... То есть сейчас идет открытое дело? Да. Госпожа Крумин, а вы, может быть, поясните, когда, прежде чем начать ревизию, да, у вас есть план составленный на год, я так понимаю, и все структуры, и муниципальные, и государственные, если мы говорим о разных масштабах, они, в принципе, проинформированы заранее о том, что у них будет проходить государственный аудит? Или это бывает неожиданностью? Ну, мы аудитное учреждение, это обязывает нам работать по тем стандартам, которые уже есть для аудитных учреждений. И эти стандарты, конечно, говорят о том, что мы не действуем, как, например, оперативные работники полиции или прокуратуры. Мы, да, мы сообщаем, когда мы приезжаем, мы информируем, да, но это есть. Так что, да, они перед этим знают, что мы будем. Вот, и вам не кажется, что это время, сколько времени проходит между тем, как тот человек, у которого будет проходить проверка, ну, вернее, тот орган, узнает о том от вас заранее? Сколько времени будет? Ну, когда мы начинаем ревизию, мы всегда пишем уже информативное письмо руководителю этой институции, что да, государственный контроль открыл ревизию, и мы будем уже работать. И потом уже, ну, эта коммуникация, ну, с каждым работником уже происходит, ну, на таком уровне аудитор и конкретный работник. Ну, так что я могу ответить так, что руководитель знает с того момента, как мы открыли ревизию на его тему. Но сколько у него есть времени, чтобы, так сказать, подготовиться и исправить там все недочеты? Я думаю, что это время может же использовано быть как… Ну, как спрятать все свои правонарушения? Ну, скажем так, конечно, время есть, и я не могу исключить, что какие-то вопросы, ну, стараются спрятать, но с другой стороны, если посмотреть, ну, сколько мы открываем и видим, так что мы видим, что довольно много, трудно. Ну, это неделя, это… Месяц, да. Месяц, да. Ну, как мы открываем ревизию, так и начинается работа. Там уже, ну, нет там особенно долгого времени. Они отправили письмо и сразу начали проверять в бумаге. Да, да, да. То есть там даже времени, на самом деле, нет подготовки. Ну, вы предполагаете, что, в принципе… Ну, конечно, ну, что-то, конечно, ну, можно, я так предполагаю, какие-то моменты скрыть. Но я скажу, что наши аудиторы профессиональные, и, конечно, они смотрят на всю эту систему, ну, так концептуально. Мы рассматриваем ту информацию, которая есть не только у той институции, которую мы проверяем. Мы это смотрим из других источников. Как я уже рассказывала, мы не верим тому, что мы говорим, да. Мы проверяем и так и сравниваем. И те такие, если есть такие старания что-то скрывать, но мы находим и с другой стороны это нарушение. Да, наденьте, пожалуйста, еще наушники. Продолжим принимать звонки. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот насчет предстоящей реформы территориальной, с точки зрения госконтроля, вам будет легче или тяжелее проверять вот эти самоуправления? Спасибо. Спасибо. Ну, скажем так, по той редакции, которая есть сейчас, самоуправление станет меньше, да. Но с той стороны у нас, ну, как получается, меньше тех объектов, которые проверяем, но они будут больше, конечно. Так что, ну, я не могу сказать, что легче или труднее. Но то, что я хочу сказать, что само собой еще эта реформа сразу не означает, что, ну, будет улучшиться управление или будет работать эффективнее и законнее, потому что, ну, это… Вы так не считаете? Ну, я не считаю, потому что мы видим, что проблемы, которые касаются и законности, и эффективности, они есть и больших, и маленьких самоправлений. И я не хочу сказать, что реформа не нужна. Она нужна, потому что мы видим, что есть очень большие проблемы, которые касаются, ну, уже того, что маленькие самоправления не могут исполнять свои функции и так далее, и так далее. Но то, что я хочу сказать, что даже объединяя, ну, должна ведь вести дальнейшая работа, как, ну, как считать, как думать, как лучше деньги использовать, да. Это, ну, само собой еще, ну, не решается с этой реформой, конечно. Вот когда эта реформа будет проводиться уже, если все-таки ее примут, и там неважно, в какой редакции, когда она будет проводиться? Госконтроль будет следить за тем, насколько правильно государство расходует средства на эту реформу? Я не могу исключить, конечно, мы анализируем все эти процессы, и я не исключаю, что мы и посмотрим на этот вопрос. То есть вы за государством, государство тоже проверяете? Конечно, конечно. По поводу работы в госконтроле, у вас в штате около 100 человек? Ну, немножко больше, 100 аудиторов. 100 аудиторов. И вы занимаетесь настолько разными сферами, допустим, если говорить о вашей последней ревизии о домах серийного типа, да, причем, я так понимаю, были проверены 119 домов в разных своем управлении, кроме Риги, да, вы по Латвии ездили. Вы ездите, вы берете строительного инспектора, инженера, я не думаю, или у вас есть свой специалист? Вы совершенно правы, что тогда мы делаем такие большие ревизии, мы приглашаем экспертов, потому что, если смотреть на наших аудиторов, они большинство или юристы, финансисты, экономисты, да. Брать в Штатах, ну, всех представителей от всех отраслей, это неэффективно, потому что мы не сможем, не сможем, ну, все такой уже полный, полный рабочий такой день им обеспечить, да. И когда мы уже делаем такие ревизии, как по рубежу тоже, как по этим жилящим домам, конечно. Приглашать отраслевых экспертов. Да, да, и если говорить уже о этих домах, тогда, да, у нас был эксперт от Рижского технического университета, который уже, ну, своими знаниями обследовал и давал свои заключения об этих домах. Но проверили 119, а информацию получили только о 82. Я сразу скажу, что вот 60% по вашему отчету подвержены, ну, сильному, большой опасности повреждениям и, в принципе, представляют значительную угрозу для безопасности, да, сейчас. А по поводу общего количества 119 домов, почему отчет был представлен не о всех? Ну, потому что мы видели, что, ну, не соблюдается даже то, что, ну, ну, исполняется то обязанность, что должно быть, ну, такое личное дело дома, где уже можно, ну, проверять, что, какие там работы были планированы и сделаны. Так что мы могли уже так более точно посмотреть на это количество. Но то, что я хочу сказать, я думаю, что это такая очень большая проблема. И, ну, сейчас что-то прозвучает, что, ну, что эта проблема поднята вовремя, потому что если смотреть на эти цифры, которые есть, ну, это, я думаю, шокирующее. И вспомним, где-то 70% жителей Латвии живут в, ну, многотежных домах, да. И из тех домов, которые мы провели, где-то это 60% есть, ну, нарушения, которые касаются по огонь взрослой, ибо пожарной безопасности. И там много разных ситуаций. Ну, если мы смотрим такие уже отдаленные местности, там есть эти, ну, красные, с которыми, ну, вчера, проводились этим дом в воду, да. – Домоходы. – Домоходы. – И где-то 50%, по-моему, есть такие нарушения, которые уже касаются, ну, состояния… – Фасада. – Фасада балконов, которые, ну, почти могут отпадать, да, которые касаются фундамента и то. И если мы посмотрим, как эта ситуация развивалась, тогда, ну, тоже надо вспомнить, что большинство наших домов построено, ну, одна часть, ну, до 41-го года, и одна часть, которая даже очень большая, но уже в советское время, да. И, конечно, мы должны понимать, что, ну, они изнашиваются, и должны происходить, ну, все такие работы, которые уже, ну, такие большие работы, да. То, что происходило, когда была приватизация, ну, мы тоже должны понимать, что жители приватизировали квартиры в очень разных домах. Есть, были дома, которые, возможно, эта ситуация была получше, как сам дом, ну, был уже, ну, так, содержан, но есть дома, которые были очень, такие, плохим состоянием. И с той приватизацией, ну, тоже был такой кардиналный уже изменение подхода, потому что до приватизации, ну, ответственность за эти все, ну, помещения или общее состояние дома было у полной власти, да, а теперь она пришла к жителям, да, к тем жителям, которые находятся в конкретном дому. И, конечно, чтобы делать эти работы в тех домах, которые в плохом состоянии, мы должны понимать, что это очень большие деньги, чтобы менять всю эту электрообводку, чтобы менять, там, канализационную систему, менять крыши и так далее. И то, что мы видели, что, да, эти работы не проводятся, но там и есть объяснение, потому что, ну, платежеспособность, ну, не такова, чтобы... Но вы не возлагаете вину только на государство, вы сейчас и прибегаете к ответственности жителей, говорите. Ну, я говорю так, что здесь должна быть, во-первых, что мы задали в Министерство экономики, понять все причины и разработать механизмы, как делать дальше, потому что здесь, я думаю, всем понятно, что без поддержки государства и самоправления, без каких-то финансовых инструментов, которые могут помогать жителям, мы с этой проблемой не справимся, потому что, я как уже говорила, мы, конечно, можем подсчитать, сколько бы надо вложить этому дому, но нам понятно по той заработной плате, которая есть в конкретных регионах и так далее, что это жители просто не могут сделать, у них нет таких средств. Но и то, что мы должны понимать, мы же не можем, как государство, ждать, пока эти дома рухнут или какой-то там балкон упадет на какого-то, или если там есть нарушение по безопасности уже, ну, по загоранию, но это тоже, ну, мы не можем ждать этого. И то, что есть сейчас, но что я могу сказать, последовала моментальная реакция президента министров, что было, ну, сразу после нашей ревизии, в резолюции уже министру экономики, срочные меры уже предлагать, чтобы этот вопрос решать уже государственном уровне или уровне самоправления, думать о такой финансовой поддержке жителям, как эти дома приводить в порядок, да, и не ждать, пока они разрушатся. Потому что, ну, нельзя жить с такой страусовой политикой, да, что как будто законы есть, ответственность разложена, но ситуация ухачается с каждым годом. Ну, я правильно понял, потому что, когда я читал вот выводы по этой ревизии, вот вы сами сказали, 70% людей живет в многоквартирных домах, по вашей ревизии, 60% многоквартирных домов находятся в условиях недостаточно безопасных для жизни в них. Получается, что если мы просто перемножим проценты, 42% жителей Латвии живут в постоянной опасности за свое здоровье. Но эти 60% мы посчитали от тех, которые мы проверили. Ну, вы же берете случайные дома, они самые плохие. Не случайно, дома эти были, случайно, но тоже самоправление, которые, ну, представляют. Конечно, я не могу сказать один против одному, что, ну, это, этот, ну, наш вывод, который касался этих неполных 100 домов, полностью совпадает всеми домами. Но я думаю, что это очень такой серьезный сигнал, что надо думать о всех домах. По поводу отношения, вернемся к вопросу слушателя, в первой части был задан по поводу отношения чиновников чиновников к не своим деньгам. Ну, я говорю, в отличие от частного бизнеса, да, где предприниматели работают и зарабатывают, и их ответственность возложена только на них, и в худшем случае они могут поплатиться тем, что, ну, просто потеряют свой бизнес, да, или станут банкротами. По поводу ответственности чиновников, вот как вы считаете, отношение к деньгам налогоплательщиков, в принципе, по стране, оно бережное? Потому что мы часто по практике видим, как израсходованные средства, вложенные средства в разработку, допустим, системы ездоровья или социальных корзин, а она потом в результате была, ну, непригодная, да, как бы выкинули, ну и ничего страшного. Как вы можете охарактеризовать общее отношение к государственным бюджетным деньгам? Ну, я честно скажу, мне это не нравится, потому что, ну, если мы смотрим, ну, как мы относимся к тому, ну, хотя бы человеку, который украл эту булочку, да, мы же, по-моему, недавно читали, там почти уже присылается тюремное заключение или что-то там. Человек, вот недавно была история, да, о том, что какой-то мужчина в ресторане заказал стейк, съел, и было тюремное заключение на три месяца. Да, да. А если мы смотрим, как есть ответственность в публичном секторе, тогда, ну, там это, конечно, ну, не происходит в таком уже обмере, как бы хотелось. Опять один пример скажу, совсем недавно, Лепа из Металургс. Но вспомним историю. Государство гарантило, там, 70 миллионов, которые уже были, этот государственный гарантий. И все время после этого были обещания, что, да, ну, хорошо, там, Лепа из Металургс, там случилось, то случилось, но государство, ну, возвратит эти деньги, да, и все будет в порядке. Сейчас уже всем известно, что ничего из этого не пришлось и так далее. Государственный контроль уже, это было, по-моему, 2014 год, когда мы провели ревизию и смотрели, как выдавался это государственное уже поручительство, мы обнаружили очень большие уже нарушения, которые были при этой выдаче, которая касалась уже государственной казны тех работников, которые проверяли, ну, уже платежеспособность Лепа из Металургс и другие действия, которые проводились. Мы сообщили прокуратуре и полиции, и, ну, довольно долго длился этот уже расследовательный процесс. Ну, я была очень неприятно удивлена, что мы где-то прошлой неделе получили от полиции, от прокуратуры, что процесс прекращается, и никто не виновен. Почему? Никто не виновен. И это, ну, для меня вообще шок, потому что в этой ситуации, когда мы видим огромный ущерб, который нанесен он государству, да, но оказывается, что ни одна из персон, которая участвовала уже в применении решения или уже приготавливании этих решений, ну, не будет нести ответственность. То, что сделала государственный контроль, мы, конечно, обжаливали это решение, и теперь мы будем ждать, какой будет реакция прокуратуры. Ну, опять же, то, что я говорю, это как-то... Ну, полиция закрыла дело за неимением доказательств, как вы думаете, или это просто подыгрывание, я не знаю? Ну, это дело ещё там, ну, не завершено, я не могу говорить о деталях, как они обстановлены, но всё это было на таком большом-большой папке, где всё было описано и так далее. Ну, я думаю, что, ну, по-моему, каждому понятно, что, ну, так нельзя быть, да, потому что, ну, мы с этим вопросом боремся всё время, когда мы видим, что, ну, неравные отношения жителям и неравные отношения тем, кто, ну, есть уже в публичном секторе, да. Ну, например, когда мы тоже, когда мы ведём проверки государственной службы доходов, ну, мы видим, что государственная служба доходов, ну, налагает штрафы на тех, на которые там несвоевременно не платят налоги, или они там опаздывают. Или декларацию даже не подали вовремя, да. Да, да, но тогда, когда с другой стороны мы видели то, что государственная служба доходов в том случае, когда они сами опаздывают и не возвращают уже переплаченный налог и должны бы, ну, тогда тоже уже платить эти, ну... Побольше. Да, да, да. Ну, компенсацию, да. Ну, опять же, это нечестно, но так не должно быть. Должны быть эти правила такие же, когда государство что-то опаздывает. Это несправедливо. Конечно. Это вы понимаете, это мы понимаем. Я думаю, наши слушатели тоже разделяют такую точку зрения. Вопрос в другом. Как найти вот это вот мерило для того, чтобы чиновники слушали ответственность и действительно ее несли, да, за неисполнение своей работы, некачественное выполнение. Ведь мы с вами, допустим, если человек, не знаю, уйдет не вовремя с работы, плохо сделает, он будет наказан, штраф, я не знаю, возможно, у него вычтут из зарплаты. Он будет чувствовать, ощущать то, что он где-то поступил неправильно. Как здесь? Какую ответственность можно предложить? Ну, это, я думаю, просто должна проводиться. Ну, дальше это, ну, такая непрерывная работа, которая, например, как мы делаем, мы все время обжалываем и стараемся, чтобы это происходило. Какие еще у нас инструменты, да, мы получили. Мы надеемся только на совесть тех людей, которые этим занимаются. Да, потому что получается, что каждый год, вот вы у нас не первый раз приходите и рассказываете, каждый год, Годовсконтроль, находят какие-то недостатки в муниципальных средствах, в государственных учреждениях, рассказывают о них, кто-то получает ответственность, там, какую-то уголовную, предположим. Естественно. Да, но далеко не все, и каждый год у нас там по кругу идут практически те же самые учреждения. Это же пример с EPS Metalworks, да, никто не виновен. Как вам кажется, есть ли способ как-то поменять эту систему? Или это просто работать, работать, работать и надеяться? Но то, что мы как аудитное учреждение еще начали, потому что, конечно, нам это не нравится. Мы начали эту очень большую ревизию, где мы хотим посмотреть, ну где же есть эта проблема в правовых органах и уже тесос судебных. И мы эту ревизию начали именно по такими экономическими и финансовым нарушениям, которые есть уже в этой сфере. И где мы хотим пройтись по всей этой цепочке, начиная уже полиция, прокуратура и суды, и посмотреть, ну какие проблемы есть, почему, когда вот уже консультируется такое нарушение уже в публичном секторе, нет конца ответственности. Где это останавливается? В полиции, в прокуратуре, в суде. Какие есть там причины? Надо какие-то изменения в законах, надо как-то улучшить работу какой-то институции. И мы будем брать дела, и уже по конкретным делам пройтись эту цепочку. Это то, что мы как аудитное учреждение можем сделать, чтобы это улучшилось. Потому что то, что в нашей стране такие экономические нарушения расследуются так, что есть очень мало таких уже наказаний публичным секторам, но это признали не только мы, но и наши зарубежные организации. Так что это, конечно, есть большая проблема, которую мы должны решать. Наденьте, пожалуйста, еще раз наушники, да, приняю звонок. Доброе утро. Да, быстро, пожалуйста. Тезисно. Мы вас слушаем. Доброе утро. Да, здравствуйте. Я прочитала в интернете, это короткая информация по обследованию домов. И вот, я не знаю, госконтролю положено или не положено там по инструкции. Была создана организация Единая Рига-Снамо-Парвоникс Ушаков, создав в 2010 году, сказали, что обслуживание домов будет более дешево, закупки будут дешевы и так далее. Вот в 2010 году началось, как написано было в записке госконтроля, началась нарушена система обслуживания домов. Так в записке госконтроля написано. Никто... Мы писали старшие домов о неэффективности этой организации, о том, что это бюрократический аппарат управления, который не может вообще руководить обслуживанием домов. Вот с этой точки зрения госконтроль может дать какое-то заключение? Это одно. И вот это... Да, и коротко, пожалуйста. Закон о квартире, собственно, 10-13, где должно быть собрание 50 плюс 1. Я сколько ставлю вопрос? Отменить вот этот пункт, создать правление дома, и чтобы оно составляло план ремонтных работ и дальше давало на утверждение. Но не собрание. Извините, пожалуйста, я вас прежу. Просто время ифера ограничено. Первый вопрос про Рига Снам Павловдик. Второй вопрос про управление домами. Должно ли это быть, вот как сейчас, большинство жителей, или можно создавать правление, как-то это поменять? Да, ну, начну с последнего вопроса. Этот вопрос, который тоже говорился с Министерством экономики и по тем обещаниям, что они будут об этом думать. Потому что, если мы смотрим, ну, очень много домов нет создана этих уже, ну, самоуправлений, если можно сказать. Потому что, ну, там есть проблемы о том, что нельзя это собрание собрать, копсопулцы, да, и принять это уже обслуживание, ну, домов уже, своих рук. И тогда, я думаю, тоже, конечно, жителям лучше было бы следить, ну, какие деньги, куда используются, и как-то уже следить, чтобы они, ну, использовались, ну, так эффективно. Что касается Риги, с нами параллельс, да, когда у нас была ревизия, мы там видели очень много проблем, даже такие, ну, как вообще выбьющие, эффективные работники и так далее, которые там было целое отделение, которые тоже их, ихние расходы, ну, вложились на жителей и так далее. Ну, то, что жители действительно в этой ситуации могут делать это более следить за тем, ну, как эти работы используются, и то, но Риги с нами параллельс, конечно, в нашей обзоре есть, и мы будем тоже дальше следить, что там происходит. Да, нам на этом пора заканчивать. Спасибо, что пришли. У нас сегодня в гостях была госконтролера, элита Круминя. Спасибо. 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 Спасибо.